Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Составитель антологии «Проклятые поэты», поэзия французского сюрреализма «Румственный аквариум», поэта Квебека «Лучшие стихи для детей» и многих других. Ну а о новых своих книгах Михаил Давыдович сейчас расскажет нам лично. Михаил, с одной стороны, петербургские и вообще российские поэты все время жалуются на подмене интереса массового читателя как проведения. С другой стороны, существует немало профильных премий, начиная с нашего петербургского будущего трамвая, заканчивая московским счетом. В сети постоянно появляются новые поэтические сайты, появляются новые поэты, появляются новые публикации. Скажите, с вашей точки зрения, какова же ситуация сегодня с поэзией в России? Вася, ну, во-первых, большое спасибо за слово «антологист». Оно, кстати, оказалось очень в строчку, потому что, если говорить о современной русской поэзии, то как раз обилие антологии, которая появляется в последнее время, свидетельствует о том, что никакого заследного процесса у нас не происходит, а, наоборот, все довольно живо и шьется на живую ниточку. И действительно, обилие самых разнообразных литературных премий, от престижных до самых неизвестных, это все свидетельство того, что каша варится. Каша варится. Другое дело, насколько эта каша вкусна, и насколько она полезна, и насколько вообще она востребована. Это уже другой вопрос, но вот тут я сразу вспоминаю одну старую швейцарскую пословицу, она довольно длинная, я ее произнесу в таком коротком варианте, и, кстати, сказать, это ответ на все возможные вопросы. Пословица эта такая. Когда я вижу то, что я вижу, и когда я слышу то, что я слышу, я думаю то, что я думаю. Вот это очень, по-моему, важный вариант. Когда я вижу обилие стихотворных сборников, которые даже в руки брать не хочется, и когда я слышу, как выступают многочисленные поэты, которых слушать, честно говоря, ужасно скучно, тогда я думаю, что с поэзией у нас не все в порядке. Но когда я беру в руки произведения, книжки каких-то, но любимых поэтов, которые, к сожалению, уже не очень молодые, и когда я читаю, и когда я их слушаю, то тогда я понимаю, что вообще на самом деле все хорошо и все нормально. Так что все, конечно, зависит от ракуса, от зрения, от точки зрения, от точки слуха, если можно так сказать, насколько все это получается точно и интересно. Во всяком случае, поэзия такова, каково общество. Это будет всегда. Если у нас сейчас большие претензии к поэзии, то давайте посмотрим, что творится вокруг нас. Михаил, скажите, как Вы относитесь к какой форме выдавания политического текста, как чтение, литературное чтение? Ну, вот сейчас они проходят в основном в разных клубах. Я знаю лично нескольких поэтов, которые только за счет вот этих вот выступлений живут. Во-первых, я хотел бы уточнить, что значит живут за счет этих выступлений. Если им за эти выступления платят деньги, скажем так, чисто материальное вознаграждение, какие-то гонорары, то и слава Богу, но это, конечно, отметный показатель качества поэзии. Гонорары у нас могут платить за что угодно, мы знаем, что попса у нас получает самые большие деньги, а качество попсы нам тоже известно. Поэтому это, конечно, такой сомнительный показатель, живут или не живут. А популярность можно приобрести, конечно, выступая перед самой различной аудиторией, по крайней мере, либо поэта будет на слуху. И к чтениям я отношусь, ну, а даже можно к ним относиться как-то плохо, или не приязненно. Но, конечно, это, в общем, вполне нормальное выдавание поэзии в устном виде. Вот в 60-е, 70-е годы, которые я еще, слава Богу, застал, мы знаем этот феномен, когда стихи поэты собирали, действительно собирали целые стадионы. Это была безусловная форма общения с самым широким читателем. Сейчас читатель крайне узкий, читатель поэзии, конечно, очень не широкий, но тем более высокусные выступления, по-моему, вполне в это, так сказать, укладываются, для того, чтобы тебя просто так больше, как можно больше народу знало. По-моему, это нормальная форма выдавания стихов. Откуда, с вашей точки зрения, сегодня может появиться, ну, если не Новый Пушкин, то хотя бы Новый Есенин, Новый Мальковский, Петербург, Москву или вовсе откуда-нибудь из строительства? Ой, боюсь я вот этих слов «Новый Пушкин», «Новый Есенин». Да у нас уже был Есенин, и был Пушкин, и были другие поэты, поэтому нам, конечно, нужны совершенно иные имена, иные личности политические. Где они могут появиться? Да Бог его знает. Может быть, здесь, в Петербурге, может быть, в Москве. Ну, вот был опыт появления, уж если пользоваться этим термином, наш Есенин, Борис Рыжий из Екатеринбурга, да, к сожалению, вот, уже ушедший от нас, но человек был чрезвычайно залагливый, я очень люблю перечитывать отдельные его стихи, но он не успел сознести такого большого поэта, хотя он не мог бы сказать, что вот, например, очень высокий поэт у нас родился в Екатеринбурге. Я знаю замечательных поэтов, живущих сегодня в Москве и живущих в Петербурге, а есть, например, с моей точки зрения, один из самых крупных русскоязычных поэтов, который живет в Израиле, это Март Нейтс, я с удовольствием произнесу это имя, один из, по-моему, самых крупнейших современных поэтов, но кто его знал? Это другая уже сторона вопроса. Что у нас происходит с читателем? Кто из читателей, даже любящих и не интересующихся поэзией, кто из них знает своих поэтов? Видимо, мы живем в такое не совсем поэтическое время, и надо еще выждать в какое-то промежуток времени, чтобы понять, кто сейчас был, кто сейчас есть, и кто у нас еще родился. В поэзии к детской литературе существует обоснованное мнение, что наши современники с трудом могут побороться за аудиторию с легионом классиков. Скажите, пожалуйста, могут ли конкурировать современные детские писатели, поэты с такими звездами, как Аня Парто, Аня Чуковский, Городианцем, Ридиар Киплинг и так далее? Какие условия для этого должны сложиться? Тут на самом деле идет тот самый вопрос, что с нашим Дитеминым, с нашим Кушкиным. Я считаю, что нечего бороться за конкурентоспособность ни с Чуковским, ни с Маршаковым, ни с другими нашими классиками. Они, слава богу, были, они, слава богу, широко известны, они очень широко печатаются. И вступать с ними в конкуренцию совершенно не стоит, да никто не вступает. Другое дело, что происходит в современной детской литературе. Это вопрос, на самом деле, очень разнообразный, очень сложный и очень интересный. И вот почему. Потому что мы, конечно, сейчас начинаем, еще как-то начинаем переживать, как мне кажется, бунт детской литературы. Во-первых, появляются новые читатели, слава богу, появляется их все больше и больше. Во-вторых, что самое главное, даже не столько появляются маленькие читатели, сколько образовываются родители. И вообще, поскольку мне приходится заниматься детской литературой вот с точки зрения этих образовательных программ, я все время говорю о том, что для нас самая главная работа не столько с маленьким читателем, сколько с родителями, бабушками и девушками. Потому что они, конечно, в первую голову должны знать, что такое современная детская литература и проза и поэзия. Обязательно ее любить, обязательно в ней разбираться, для того, чтобы давать своим детям те книги, которые этого заслужат. А вот это уже следующий вопрос. Насколько много издается таких книг, которые заслуживают читательского внимания? Вопрос совершенно отдельный, о котором мне стоит говорить просто вот уже на большую живую историю. Тут проблема скорее в другом. В том, что корпус классики чрезвычайно велик, детской классики в том числе, ребенку просто физически некогда за 8-9 лет прочитать всех авторов, которых он должен знать, когда ему еще читать и современные писатели. Да, вопрос понятен. И вопрос очень правильный на самом деле. Конечно, корпус детской литературы достаточно велик. Поэтому я и говорю, что тут очень важна система отбора. Каких современных писателей следует прежде всего предлагать чтению нашим детям. Существуют разные библиотечные программы. Вот, например, наша замечательная, на мой взгляд, областная детская библиотека работает уже долгие годы над программой, которая называется книги, которые выбирают сами дети Ленинградской области. Это большая, серьезная программа. Дети создают свои списки, отборные списки, которые потом рассылаются по школам, которые передаются из рук в руки. И происходит вот такое изнутри, снизу, расширенный поиск той нужной литературы, которая интересна всем. Ну и потом, ведь существуют еще разные чтения. Есть чтение обязательное, есть чтение факультативное. Конечно, в обязательное чтение в основном должна входить классика, это понятно. Факультативное чтение, чтение в основном в современной литературе. Значит, ребенок, если это ребенок читающий и нормальный, он постепенно сам отбирает из факультатива то, что может у него остаться как обязательная программа. Поэтому процесс этот, к сожалению, долгий. Он может растянуться на годы, а то и на десятилетия, пока будет формироваться наша современная литература детская и наши современные к ней отношения. Ведь мы же столкнулись еще вот с каким, в общем-то, пеноменом на самом деле. Что такое советская детская литература? Это миллионные тиражи. Каждая книжка, которая издавалась тиражом в 100, 200, 300 тысяч экземпляров, а то и миллион, а то и полтора, как эта книжка сразу попадала в руки всех молодых юных читателей нашей страны. Сегодняшний тираж именинги самый удачный, самый хороший 10 тысяч экземпляров. Ну, 15 это просто замечательно. Как правило, например, тираж политической детской книжки 3, 4, 5 тысяч экземпляров. Ну, кому это попадет в руки? Ну, даже если прочитаем 10 тысяч читателей, то это же не удаст, простите. Это же, значит, надо, чтобы эта книжка многожды была переиздана или эти стихи, эти рассказы, эти повести, которые в таких книжках многожды переиздавались для того, чтобы, наконец, они стали достоянием всех и тогда бы пошел отбор. Нравится, не нравится, нужно, не нужно, хорошо, плохо и так далее. А вспомнили еще, что ведь идет естественный процесс умывания советской детской классики из корпуса обязательного чтения. А что касается классики, то здесь тоже происходят очень живые и понятные процессы. Ну, вот, например, я чрезвычайно люблю и ценю творчество Армии Глобной Барфе. По-моему, она была замечательной детской поэтессой, да и просто замечательным человеком, умным и калантливым. Ну, и смотрите, что происходит, например, с Игорь Стихами. Ее стихи для малышей, например, на те же самые игрушки. Это десменное чтение всех. Они не умирают. А ее школа, школьная релика, школьные стихи, которые, кстати, с ее же легкой руки были так распространены в советской детской поэзии, все уходит, потому что уходит эта школа, уходит детали той советской школы, в которой существовала такая поэзия. И эти стихи сегодня, как мы говорим, не работают, не играют, они остаются где-то там в маргинальной области. И такое происходит с очень большим количеством наших поэтов. Даже с Маршаком моим любимым и то, когда мы читаем его стихи, вот у меня есть такой пример замечательный, я читаю детям стихи Маршака, дети нашего двора, вы его хозяева, во дворе идет игра конница Чапаева. Я смотрю на детей и понимаю, что они не понимают, что это такое. Во-первых, они не понимают, что такое двор. У детей уже нет того двора, который был у детей, про который писал Маршак. Они не понимают, что такое конница Чапаева. Они не понимают, кто такой Чапаев. Это все уходит, это потом идет, они узнают, кто такой Чапаев, тогда им уже будет неинтересно читать эти стихи. И в результате получается вот такая история. Куча стихов, куча прозы, куча каких-то книг действительно уходит, вымывается, исчезает с нашего ведета, может быть потом на каком-то литературе вернуться. Но сейчас происходит вот такое живое замещение ненужной классики, ненужной современной литературы. Ну и очевидный практический вопрос, который, наверное, интересует многих наших зрителей. Куда, в какие издательства, в какие-либо объединения податься начинающим актам, пишущим для детей, подросткам, что им делать со своими текстами, куда их нести? Ну да, это один из таких самых болезненных, конечно, вопросов, которые раньше были болезненными, но сейчас остаются болезненными. Конечно, детскому писателю во все времена, и любому писателю во все времена нелегко. Сегодня, может быть, вот сегодня, я имею в виду буквально сегодняшний день, становится немножко по-непому детскому писателю по нескольким, так сказать, параметрам, что ли. Во-первых, у нас появилось довольно много самых разных семинаров, фестивалей, сборищ детских писателей, куда малопайские таланты и люди, они довольно быстро проявляются и через интернет, и через какие-то публикации в журналах, в сборниках. Эти люди приглашаются и принимают участие в таких вот вполне профессиональных разговорах на селу детской литературы и разговорах о своем собственном литературном творчестве. Во-вторых, все-таки у нас существует довольно немало специализированных детских изданий. В Питере, в Петербурге, к сожалению, таких не так много я могу назвать, но разве что действительно очень популярный в последнее время ставший популярным наш Дедис. Вот совсем недавно появилось издательство «Речь», я еще даже не видел, видел только парочку книжек, которые на них вышли, но понял, что появилось на горизонте новое издательство. Появились какие-то, ну, появилась азбука детская, она уже появилась несколько лет назад, и, в общем, слава Богу, тоже издается, и довольно широко издается там детские книжки, но в основном, конечно, детские издатели у нас сосредоточены в Москве, но зато в Москве их много. Они маленькие, они средние, они большущие, небольшие издательства типа «Остреник» или «Смо» издают свои детские книги, у них существуют свои детские программы, так что, в принципе, в принципе, детскому писателю есть куда податься. Главное не это, о чем мы все равно говорим, главное было бы, что вести. Вот когда я был в ободе, мне мои учителя говорили, до тех пор, пока ты не напечатался, у тебя все ящики твоего стола должны быть забиты рукописи. Плохие, нехорошие, неуважие. Рукописи, чтобы потом ты их вытаскивал, нес туда, предлагал сюда, отсылал так туда-то и так далее. Вот это главная проблема современного молодого писателя. Очень часто так бывает, что написана первая книжка, а вторая уже не выконцовывалась. И что с этим делать? Первая книжка была хорошая, талантливая, интересная, перспективная, а вторая никак не получалась. Вообще проблема второй-третьей книги это одна из самых главных проблем и взрослой, и детской литературы, детской очень важная проблема. Важно, чтобы у писателя было что сказать детям, и чтобы он обладал, конечно, своим собственным голосом. Вот это основа. Будем это рассчитывать. В свое время, как исследователь и переводчик, вы занимались творчеством авангардистов, футуристов, символистов и прочих истор. Скажите, пожалуйста, почему, с вашей точки зрения, на нашем горизонте достаточно давно не появлялось той же всеобъемлющего творчества движения, творчества течения, обменяющего поэтов, прозаиков, художников, архитекторов и других других искусствах. Я думаю, что на самом деле уже такое объединение появилось. Просто мы не отдаем себе отчет о том, что мы живем новую... Отчет мы об этом отдаем себе, но не до конца. Мы же живем новую информативную культуру. И если в начале, скажем, 20 века, в том же поднижем, вот встретились художники, поэты, театральные деятели, музыканты, и все это валилось в одном котле, то это был котел той культуры. Какой котел культуры существует сейчас? Говоря по большому счету, это интернет. И вот мне кажется, что мы просто постепенно подходим к тому, что внутри сети возникает вот это новый, возникает новый культурат, новое течение, где связаны будут все. И художники, и прозаики, и поэты, и музыканты, и кино, и живопись. Все может быть в одном, так сказать, плаконе, как говорится. Только надо к этому еще потихонечку подобраться. Мы еще очень много на ощупь проверяем. А на ощупь очень часто бывает в потьмах. Еще непонятно, что, как должно образоваться. А ведь это главная система общения. Почему сейчас, например, нет таких течений в живую, что ли? Да и люди вообще-то. В общем, вся проблема. Нет некой площадки, а площадки все раздроблены. Вот у нас сколько самых разных литературных чтений проходит в городе. Но они же проходят на различнейших площадках литературных. В этом же все дело. А вот какой-то такой общий, центровой, в который бы тянулось вот самое интересное, а такой нет. И такое перемещается, как некое это перемещается. Вопрос был скорее об общем стиле. Если же говорить о литературных направлениях как о стиле эпохи, предположим, то мы просто переживаем далеко не лучшие источки культуры времена. Вот в чем дело. У нас сейчас, если посмотреть, что, вот какие существуют такие общие, что ли, культурные или псевдокультурные явления, они же все связаны с попсом. Вот в этом же вся история. Вот у нас сейчас стиль попсы, который самый широкий, самый воинственный, самый распространяющий свои щупальца везде, во все виды культуры, если это можно назвать культурой опять. Понимаете? Значит, вот если мы выйдем из-под этой попсы, и наконец появится нечто живое, нужное, по-настоящему тревожищее, по-настоящему болезненное, во всех этих старых литературных стилях было очень много еще боли, помимо всего прочего. Это тоже было очень важно. А потом, как это будет трансформируется и переходит в искусство, это особый стилевой момент и стилевой процесс. Вот если это возьмите, тогда будем говорить о стиле эпохи. У нас были ведь возможности назвать нашу эпоху постмодернистом, постпостмодернизмом и так далее. Это все такие верлычки, которые на самом деле ни о чем не говорят. Доживем. Михаил, вы известны еще и как переводчик. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения искусство художественного перевода в России сейчас гигравирует или расцветает? Ну, говоря об искусстве, мы ведь, как правило, избегаем слова расцветает или деградирует, перерастет или развивается. Искусство есть искусство, есть искусство, как говорил Мродский, и ничего тут с этим не поделать. Оно такое, какое оно и есть. Что касается искусства перевода, то, слава Богу, в нашей стране в течение 19-го и 20-го века сложилась потрясающая, в этом я сколько-нибудь сомневаюсь, действительно потрясающая школа художественного перевода. и политического, и прозаического. Мне кажется, эта школа самая сильная в Европе. По крайней мере, я хорошо занимался французами, англичанами, немцами, смотрел, такой школы перевода так у нас нет нигде. потому что во главе нашей школы стоит, ну я буду говорить о поэтической школе, о школе поэтического перевода, стоят два очень важных момента. Ну говоря простыми словами, вы переводите стихи в ритм и в размер, то, чего не делается, почти нигде в Европе. В Европе, как правило, существует филологический подстрочный перевод, ритмизованный, но нет ритмы, как правило, опять-таки, но нет того размера, который свойственен размеру подлинника. А поэзия же в этом живет, живет в ритме, живет в ритме, живет в звуке. Как это передать? Вот, слава Богу, у нас существуют и технические, и идеологические приемы, которые позволяют нашим переводчикам достаточно адекватно переводить мировую литературу. Поэтому школа у нас замечательная. Другое дело, что в связи с тем, что мы опять же живем в несколько другую эпоху, в эпоху, в которой все происходит ужасно быстро, и в 90-е годы хлынул колоссальный поток западной литературы на нашу международную, когда было «Только успевай переводить!» «Только успевай переводить!» Вот тут, конечно, появились колоссальные лакуны, когда переводом стали заниматься люди, которые просто либо стали заниматься потому, что за это деньги платят, либо потому, что это престижно по каким-то там их собственным параметрам. Но, тем не менее, школа перевода никуда не девается. Я, кстати, задумался, потому, что я сейчас вспомнил, как я однажды, вот когда только появились книжные лотки наши, я шел по городу, взял первую попавшуюся книгу с лотка, открыл на последней странице и прочитал фразу, которая для меня стала камертоном всего вот этого книжного существования. Фраза это была такая «Труп дернулся и стал вставать!» Вот все это, мне кажется, очень показательно для вот той части перевода переводчиков, о которой я говорил. Но школа перевода, тем не менее, у нас существует, и слава богу, что у нас возобновляются, снова возобновляются семинары переводчиков, а в этом году вообще произошло очень серьезное событие. В нашей стране создан институт перевода, он делает самые первые шаги, он будет находиться географически в Москве и Петербурге, при библиотеке иностранной литературы в Москве и при Пушкинском доме в Петербурге. Я очень надеюсь, что это будет замечательный центр перевода, который, во-первых, позволит собирать у нас переводчиков русской литературы на иностранные языки, а во-вторых, центр, который будет помогать нашим переводчикам переводить самую разнообразную литературу в русских языках. Вопрос от посетителей сайта. Скажите, среди авторов, с которыми вы работаете, как переводчик, вы в том числе актера Мьго. Чем его творчество вам заинтересовало, в первую очередь? Ну и, собственно, от себя добавлю, с кем из переводных авторов вам было интереснее всего работать? Ну, если говорить о Ренбо, то это такая очень серьезная проблема для переводчика. Дело в том, что, начиная с Ренбо, французская поэзия приобрела совершенно новый статус. До Ренбо, даже если, предположим, кто в французской поэзии вот такими революционерами историк поэзии, ну, называют, кстати сказать, называют совершенно справедливо, называют Юго, хотя, с нашей точки зрения, как Юго, никакой не революционер. Но дело в том, что Юго больше раздумал щеки, если можно так сказать, чем производил что-то в стихах. Ренбо первый нарушил вот эту многокриковую традицию французской поэзии. Он разрушил французский стих, но причем разрушил таким образом, что-то никому непонятно, как это сделано. Но французы говорят, он перенес цезуру шестой стопы на седьмую, действительно перенес и разрушил агентский стих. Если по-русски вы перенесете также там шестого слова на седьмой эту стопу, эту, простите, клаузулу, этот разрыв, ничего не произойдет. Меня Ренбо, значит, с одной стороны, привлекает тем, что я не очень понимаю, как его переводить по-русски, и все время хочу понять, как это сделать, поэтому довольно часто возвращаюсь к его стихам. С другой стороны, он дает невероятную пищу для того, чтобы развернуть русскую метафорику. Это тоже очень важно. Ренбо замечательно, например, переводил Венедикт Лившинс, но делал он это в 20-30-е годы 20-го века, то есть практически почти 100 лет назад. Естественно, за 100 лет изменился язык, изменилось наше представление о французской поэзии, вообще о веке в целом. И, конечно, хочется Ренбо делать несколько по-другому, несколько иначе, чем это делал замечательный, например, Венедикт Лившинс. С другой стороны, чем меня привлекает Ренбо, я вообще люблю все разномаргинальные спорезы. Вот Ренбо был негодяем, гадом таким, мальчишкой, противным, отвратительным. Общаться с ним было невозможно, как я себе представляю. Но он был гений, вот гениальный мальчишка, что с ним, как его сломать? Я даже с точки зрения просто педагогической думаю, ну вот принялся бы такой вот мерзкий парень вот сейчас передо мной вот здесь. Что с ним делать? Как его сломать так, чтобы не сломать с него вот эту вот стихотворную ситуацию, которую в нем самому существует? Что? Как? Это страшно интересно. Вообще, маргинальность в стихах меня действительно очень привлекает, поэтому, например, я уже долгие годы занимаюсь с нашим полегом Григорьевым, который в какой-то степени тоже находится вот с краю поэтического сознания, но как мы знаем из работ Пиньянова, это то, что с краю, эта маргинальность очень часто переходит в центр. Также это случилось с Рэмбо, это случилось с моими любимыми проклятыми поэтами французскими, которых я очень люблю и которые все были по своему маргиналу. Но вообще, конечно, если на второй части вопроса отвечать, интересно переводить тех, с кем хотел бы поговорить. Вот я бы ужасно хотел бы поговорить с Апалиналом. У меня есть вопросы, которые я хотел бы им задать. И вообще, интересно разговаривать с человеком, который занимается мировой культурой, опять же, как Апалинал. Страшный ответ. Вот с ним бы я точно хотел поговорить. Еще один вопрос от наших зрителей. Михаил Крус, с вашей точки зрения, является лучшим современным переводчиком французской поэзии 19-го века. Да, этот вопрос не очень мог. И, скажем честно, проблема ведь заключается вот в чем. Наверное, он был бы уместен этот вопрос и пропонирован, если бы я мог выстроить, не знаю, список из 50 переводчиков французской поэзии и сказать бы вот этот, этот и этот лучше. А переводчиков французской поэзии я готов перечислить прямо вот сейчас, просто по пальцам. И могу это сделать действительно. Вот смотрите, в Петербурге французскую поэзию переводят по большому счету три человека. Причем два из них это уже представители самого старшего нашего поколения. Это Марья Петровская и Владимир Васильев. И ваш покорный слуга. Больше в Питере серьезно не переводят французскую поэзию никто, без исключения двух молодых переводчиков, возможно, Владимира Петрова и Михаила Иванова, так как я называю с большим удовольствием, потому что они участники моего семинара при художественном переводе при французском институте. Все, в Питере больше переводчиков французской поэзии. А моему, пока не те, в Москве. Замечательно. Перечисляли. Прежде всего, старейшина нашего переводческого цеха и один из выдающихся переводчиков вообще в европейской религии Анатолий Генеско. Безусловно, он. Безусловно, Борис Дубин замечательный переводчик французской поэзии. Безусловно, Наталья Стрижевская и Инлина Кузнецова. Вот это люди, которые переводят французские стихи. Александр Давыдов очень интересный переводчик. Марк Глюдов замечательный переводчик. Я рядом с каждым из этих переводчиков готов стать эпитеты. Замечательный, интересный, талантливый, профессиональный, потому что это так оно и есть. Есть два переводчика, которые живут за пределами нашей страны. Роман Дубровкин, блистательный переводчик европейской религии и французской в том числе. Он живет в Женере. Елена Больевская, которая сейчас живет в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Америке. Вот это какой-то первый круг французских переводчиков, который я вот сейчас просто на ходу вспоминаю. Возможно, кого-то там два-три имени не забыл, но не больше. Выделить из них кого-то и сказать вот этот лучшее не могу. Да, конечно, Евгений Витковский, про которого я забыл, который тоже замечательный переводчик французской религи. Конечно, надо назвать, наверное, еще двух, если называть, так называть. Но, назовем, назову, конечно, Владимира Борисовича Микушевича из самых старых наших переводчиков. И, слава Богу, еще живущего Александра Михайловича Ревича, переводчика Лебенгей и других французских поэтов, Эверлияна в том числе. Вот, вот этот круг ныне живущих, слава Богу, ныне живущих переводчиков, который, наверное, можно расширить через еще несколько именами, но не более того. Не могу назвать лучшего, все хороши, и дай Бог всем еще жить долго и долго и переводить французскую релику, потому что она замечает. Часто ли вы бываете в Докремене Крупской, что у вас, в первую очередь, подликает, наверное? Ну, ядно же всегда бывает в том обществе, где, во-первых, твои друзья и, во-вторых, твои друзья. Во-первых, здесь работают мои друзья, во-вторых, здесь мои друзья книги, так что я прихожу сюда в совершенно дружескую обстановку. К сожалению, не так часто, как того хотелось бы, но когда попадаю в эти книги, я, честно говоря, не столько покупаю здесь что-либо, сколько смотрю. Мне, например, очень интересен репертуар детских книг, которые здесь продаются, потому что здесь продаются книги в основном массового спроса. Я себе это хорошо представляю, поэтому мне интересно посмотреть, я здесь вижу просто хотя бы обложки тех книг, которые в других местах увидеть не удается. И я понимаю, куда склоняется чаша современного книгоиздания больших издательств и больших издательств. Как это все происходит, это мне чрезвычайно интересно и важно. Так что, с этой точки зрения, для меня ярмарка просто профессионально очень полезна, ну а для всех остальных, я надеюсь, это большой кладезь просто приобретения нужных книг. Дуя заключение оковских планов, что вышло, что выйдет, чего ждать в ближайшее время. Ну вот у меня есть с собой две книжки, которые я просто случайно принес, вытащив их с полки. Это книга моих стихов, последняя книга, она называется «Анбидекстр», она вышла в издательство Эдита Нова, и я чрезвычайно признателен моим друзьям, издателям из этого замечательного, по-моему, издательства, это слово, которое все время повторяют, которые смогли издать эту книжку. А вот эта книга, совсем свеженькая, это новая моя азбука, она вышла в нашем Диргизе, вот она, видите, «Рдельтерьер» и буква «Р» с, по-моему, превосходными иллюстрациями Давида Плаксина. Вообще, в этом году у меня вышло несколько хороших книжек, прежде всего, я должен сказать, что произошло такое для меня важное событие в издательстве книговек, вышел «Трехтомник Аполлинера», вот я наконец дожил до того, что могу сорганизовать «Трехтомник», в который я собрал переводы и стихов, и прозы, и драматургии, и с истики Аполлинера, по крайней мере, то, чем сейчас переводчики Аполлинера, и я в том числе, чем мы все бывшим. В ближайших планах я вот только что буквально на прошлой неделе, а это была последняя неделя, августа, на прошлой неделе отправил в издательство новую книжку стихов Жанна Кокто. Я очень люблю серию, которая выходит в издательство «Текст», это серия «Поэтических бюлинг», вот там у меня вышли и стихи Аполлинера, и Превера, и Карема, и вот следующая книжка, которая планировала в 18, которая, надеюсь, в недалеком будущем уже будет издана, это книжка из стихов Жанна Кокто, которая представляет разные его сборники и разные периоды его творчества. Ну и много детских книжек, которые на подходе, не знаю, что и как там будет с этими этими детскими книжками, но надеюсь, возвращаясь к нашему прежнему разговору, из-за того, что все-таки сейчас явно начинается бунт детской литературы и детской поэзии в том числе, я очень надеюсь, что у меня появятся новые читатели, и дети, и родители, которые наобращаются михаил, можно вас попросить для наших зрителей прочитать что-то из последней вашей книги? Ну, если говорить о стихах из этой новой книжки Альтерьеры буква Р, а это азбука, то я и прочел какое-нибудь азбучное стихотворение, только хочу, чтобы вы сразу представляли себе, что это азбука особого рода. Здесь буковки, к которым относятся стихи, расположенные не в начале строчек, как правило, не в начале строчек, они могут быть спрятаны где-то в середине или даже в конце, а вот в этом стихотворении сокровище на букву Ща, сокровище, вот здесь они, как вы почувствуете, эта буковка Ща идет где-то уже ближе к концу каждой строчки. С стихотворение это такое. Мимо огородище, брюквище, талатище, шло себе коровище, а за ним телятище. Говорит коровище, ты мое сокровище, вон какой хвостище, вон какой носище, а бока бочище, и того почище, а твои копытища нужно мыть и мыть еще, эти килограмища оставляют дамища. Доброе соседнище, не жалейте пищи, принесите семище, мы ему сынище. Ну вот такое стихотворение. Спасибо, Михаил, напоминаю нашим зрителям, что у нас сегодня в гостях был Михаил Веснов, один из самых известных современных фирменовских поевок, фирменовщик, редактор, составитель антологии. Еще раз спасибо вам, спасибо, спасибо, спасибо всем, и я надеюсь, что мы еще не встретимся, и спасибо, друзья, читайте книжки. И так, в гостях у нас был по этому периодчик Михаил Веснов. Напоминаю, что наша передача выходит при поддержке Киргусской книжной ярмарки, ДК Некровской, расположенной по адресу проспекта Бухгалкинской обороны, дом 105, 10 минуты ходьбы от метро Лизараская. Всего доброго, до встречи через медицину. Субтитры создавал DimaTorzok Едем за подарками.